Продолжение следует... Объединяет представителей различных и музеев, и направлений. И очень полезна для всех своей тематика и многообразие. Что касается моей темы доклада, российский этнографический музей. На следующий год будет ему 120 лет. И формирование коллекционного собрания по культуре народов Сибири начиналось с момента еще основания музея. То есть когда был принят указ императора Николая II о создании этого музея в 1895 году при Русском музее. Это было два отдела. Художественный отдел и этнографический отдел. Наш музей прошел такую достаточно сложную в названиях. Название менялось. В 1934 году этнографический музей получил самостоятельность. Стал называться Государственный музей этнографии. Но в 1948 году уже по обстоятельствам стал называться Государственный музей этнографии народов СССР. И с 1992 года российский этнографический музей. Коллекционное собрание по народам Сибири у нас составляет свыше 60 тысяч экспонатов. Из них около трех тысяч изделий косторезного искусства арктических народов. Формирование коллекции начиналось с момента основания музея. Инициатором курировал вообще территорию Сибири. Первый заведующий этнографическим отделом Дмитрий Александрович Клеменц. И он, поскольку штат был небольшой в музее, идея была привлечения различных корреспондентов. И не те корреспонденты в нынешнем понимании, а это различные учителя, интеллигенцы, представители администрации. В общем, тот, кто мог помогать, хотел помочь в комплектовании коллекции. Клеменц, сам бывший политически ссыльный, он активно привлекал политических ссыльных. И первая коллекция, которая у нас поступила, была собрана Эдуардом Карловичем Пекарским. Он был участником Аяна Неликанской экспедиции. Но в экспедиции это не этнографическая экспедиция, в этой экспедиции она занималась совершенно другими вопросами, такими геологическими. И он был этим участником. Объехали они Охотское побережье, большую часть территории Майского уезда. И на территории Охотского побережья им была приобретена коллекция. Позже вот следующий слайд. Коллекция резной кости коряков. В то время вот эти предметы, они такие маленькие, они, раньше же эта мелкая пластика, она имела сакральное назначение. В общем-то, вот эти предметы, они использовались во время благодарственных обрядов, прикреплялись к сетям, вот изображение животных и изображение птиц, чтобы был благополучный промысел морских животных и так далее. Кроме того, вот коллекция корякская, следующий можно слайд. Вот различные, это мелкая пластика, может и следующий слайд. Была приобретена уже в 1904 году от доктора Слюнина. Он был участником Охотско-Камчатской экспедиции Богдановича. И сама экспедиция работала в 1896 году, а коллекция к нам поступила в 1904 году, но зарегистрирована была значительно позже, только в 40-х годах, это самое, 20-го века, поскольку эта коллекция, пока она оформлялась, пока она поступала, то есть первоначально при малом штате сотрудников музея регистрировать было сложно. И уже в советское время она была зарегистрирована. Тоже коллекция касалась, как раз были предметы по культуре коряков, резная кость коряков. И чем, в общем-то, важно вот это приобретение, это около 108 экспонатов мелкой пластики по корякам, то есть промысел моржей в Охотском море прекратился уже к началу века, и в середине 19-го века уже были проблемы с этим. И фактически он исчез как промысел, поэтому и сама пластика мелкая, вот эти скульптуры, это уникальные памятники у коряков сейчас, этого вида искусства нет. Следующая коллекция была приобретена Николаем Павловичем Сокольником, это был начальник Канадорской округи, то есть практически начальник Чукотки. Жена у него была чуванка по национальности, то есть из местных, и она ему помогала там в сборе коллекций, и вот ему удалось собрать на восточном побережье Камчатки мелкую пластику и скульптуру тоже по корякам. То есть вот эти вот три блока на Охотском побережье и на восточном побережье Камчатки по корякам – это все единственные в мире коллекции, потому что в настоящее время этого промысла не существует, художественной обработки костей не существует. И чем интересна вот эта коллекция Сокольников, что там помимо изображения животных, птиц, очень много таких бытовых сюжетов, там чаи, питье, трапеза, там поедание мяса, вот шаман, игра в шахматы, то есть такие бытовые сюжеты, они пользуются огромным успехом на выставках. Вот шаман здесь вот как раз вот это разные виды фигурок и около 108 предметов Сокольникова по резной кости коряков. Но основная часть предметов Сокольникова, она приобреталась среди чукчей и эскимосов. Вот этот промысел вообще, если брать чукотское и эскимоское искусство, костарезное, оно имеет очень древние корни. И вот был доклад о археологической коллекции, то есть фактически мелкая пластика, которая существовала и в древности, она переходила фактически в XIX веке, вот, и она также продолжала играть сакральную руну. С середины XIX века там начинается развиваться гравировка на клыках моржа. Она носила первоначально, в общем-то, фактически они из деревянных изделий, или там доски для байдар, на которых наносились сакральные рисунки, чтобы удачный был промысел. Они переносили вот на клыки моржа, то есть такое двустороннее изображение на одной стороне жизни морских охотников, на другой – жизнь оленепрода. Ну и вот эта вот коллекция Сокольникова, она вообще-то уже уникальная. И вы видите здесь как раз, если брать сюжеты, то смотрите, они несколько повторяют и сюжеты Корякской пластырики. То есть вот этот единый пласт какой-то вот северо-восточный, в единственное изображение, она вот отражается. Вот эта коллекция, вообще Сокольникова коллекция уникально собрала около 2000 экспонатов. И сейчас вот у нас проводится работа с Американским центром по обработке коллекции Сокольникова. Судьба его, вот он был начальником Анадорской округи, потом начальником Командорских островов, а жизнь свою закончила в Китае, тогда, когда вот Гандатя уезжала в Китай. И Сокольников тоже уехал, поскольку советской власти он оказался ненужным. Следующая коллекция, это была собрана в 1909 году, поступила в музей в 1911 году. Это управляющая горными промыслами Борисова, который собирал уже археологические коллекции. Вот у нас уникальная коллекция Берингоморской, Берингоморской культуры, где имеются изображения антропоморфные, вот фигурки маленькие, крылатые предметы, изображения животных. То есть это тоже уникальная коллекция, которая поступила к тому в 1911 году. Потом вот эти изменения в государстве, они тоже отражались на собирательской деятельности. И после 1917 года такой провал был в собирательской деятельности, особенно по арктическому региону. В 1920-х годах там в основном занимались исследования Южной Сибири, раскапывали пазыры и так далее. А Северо-Восток, он не изучался и не собирался. И вот таким восполнением, утраченным вот этого периода, как я называю, черные дыра в собирательской деятельности, была коллекция Музея народов СССР, бывшего Московского музея народа Ветня, который поступил в 1948 году. Очень хорошая коллекция, коллекция и сувенирная, вот там разные такие периоды и древние изображения, потом и сувенирная продукция, которая в 30-х годах была сделана, вот клыки и клыки Моржа, вот 30-е годы. Это было создано в 1931 году у Еленской Косторезной мастерской, и там профессиональный художник Горбунов проводил, объединил мастеров чукотских разных школ, и вот в поселке Улен в этой Косторезной мастерской занимались изготовлением. Она, в принципе, вот клыки Моржа, они не были таким уже сувенином, но они отражали, при отличии от отсутствия письменности, фактически это была книга на Косте с рассказами о жизни населения. И вот эта коллекция у нас сейчас, это золотой такой наш фонд, но музейно-народовские коллекции поступили к нам с очень плохой документацией, документацией, поэтому мы до сих пор восстанавливаем и собирателей, кто собирал эти коллекции, и авторов, потому что многие изделия, они не имели авторства. Но в 30-м году, уже после 30-х годов, стали поступать уже к нам экспонаты от самих мастеров, где на клыках Моржа, на срезе клыка уже были надписи авторов. И вот это вот такой рассвет достаточно большой Косторезного искусства, это в Уэлене. Клыки Моржа, это стали уже заниматься гравировкой клыков Моржа и женщины, и у нас интересные очень коллекции. Многие мастера вот этого периода, они стали известными. И Тукай, и Сигутегин, и Таютина. То есть в нашей коллекции все эти работы имеются, то есть это наш такой золотой запас. И в принципе вот эти 70-80-е годы можно считать с золотым периодом в Косторезном искусстве Чукотки, поскольку 90-е годы это стали какими-то опять провальными, потому что промысел прекратился. Раньше же промысел, вот уже после 30-40-х годов, промысел был такой промышленный, и мастерам выдавали вот эти клыки Моржа. И вот этот провальный период, он отразился, что работ стало меньше. В какой-то степени нам повезло, что в 2013 году к нам поступила коллекция, ну это вот коллекция еще Сергеева, бывшего нашего директора музея. И вот в 2013 году к нам поступила коллекция Валерия Александровича Тишкова, бывшего директора музея этнологии, известного общественного деятеля. Это 108 предметов этой коллекции. И там как раз представлены все периоды, практически вот древнее искусство, 19-й век, потом период, вот мелкая пластика, это вот таланы здесь изображений, потом 30-е годы, статичность такая фигура, вы видите, они отличаются от тех, которые в 1970-м годах. Следующие вот, видите, вот такие статичные фигуры, это вот 30-е годы, для них характерно, вот для фигурок такая вот. И большая серия композиций, вот таких поездка на упряжки, большие они, размеры очень такие, сувенирная продукция тоже 30-х годов. То есть вот этот восполнился период утраты, то, что мы не могли приобрести. И среди предметов сувенирного плана вот шахматы и домино, где фигурки шахматные, они изображены в виде животных, которые окружали, вот окружают чукчей и так далее. Вот скульптурный пластик, вот эта вот коллекция, то есть эта коллекция, любимое такое изображение пеликена, символ чукотки, вот здесь работа очень известна. Среди клыков есть клыки с изображением Челюскина, вот это вот эпопея Челюскинцев, то есть предыдущий клык был, вот здесь вы видите, освоение Арктики, то есть эти предметы, они у нас сейчас представлены на выставке, которая называется Арктика, земля обитаемая. В музее она построена в 2016 году, до сих пор пока была временная, пока еще существует. И вот эта коллекция, богатая коллекция клыков. Помимо костерезного искусства Чукотско-Карякского, в нашем фонде имеются коллекции якутской резной кости, это резьба по бивню мамонта. В основе вообще этот промысел у якутов возник только в XVIII веке, и первые работы были, учились они у холмогорских мастеров. Но потом это вот все перешло уже настолько специфика якутских работ, они уже переносили свою тематику, фольклорные сюжеты на вот это, в изображении и композиций, и мелкой пластики. Вот видите, уже там такие сцены целые, рассказывающие о жизни. Наряду с бивнями мамонта стали использовать и другие материалы. Рог лося. Вот видите, такие композиции, которые называются, это сделано уже мастерами, современными. В 50-х годах была создана в Якутске школа художественная, где известный мастер Пестерев обучал мастеров. И вот многие мастера, вот работы, которые здесь представлены, это ученики этого Пестерева. То есть сейчас это известные мастера, они используют в своих работах очень много фольклорных сюжетов. Там праздник Исаак, шаманы. То есть изображение фольклорных сюжетов они находят в классике. Изображений таких вот, как у Чукчи на клыках, или на бивне мамонта, рисунок, гравировки, такой у якутов нет. То есть это, вот гравировка, это чисто такой чукотский вариант. И, в общем-то, вот это вот касторезное искусство настолько у Чукчи и эскимосов, и якутов стало таким брендом. То есть сейчас, куда бы, в какой бы страну ни приезжали, выставки, где мы строим, обязательно просят работы касторезного промысла. То есть это уже бренд этих республики Саха-Якутия и Чукотского автономного округа. То есть, в общем-то, в настоящее время, вот помимо коллекции Тишкова в 2013 году, это вот я говорила о провальном периоде 90-х, когда мастера остались фактически без работы, не было клыков. И вот Валерий Александрович Тишков фактически приобретал у мастеров, которые приезжали в Москву, им не было, нечего было есть, элементарно. И они вот продавали эти свои работы, но он, поскольку работал в Магадане, там, в педагогическом институте, и знал этих мастеров многих, то есть он не мог их обмануть, и он платил деньги, которые они просили. То есть и вот эти работы, он до сих пор с ними поддерживает эти отношения, и вот эта коллекция, большое благо, что она не ушла, могли бы продать там на рынке, кому угодно, и вывезли бы за рубеж. И вот это то, что удалось сохранить эту коллекцию, и она попала к нам в музей, это такой тоже золотой фонд. И в 2013 году я была в экспедиции на Чукотке в поселке Лорино, там существует сейчас община морских сберобой, крупнейшая община на Чукотке, и вот они, вот у Елене уже как-то хуже в самой мастерской, то есть там шесть мастеров, но у них нет клыков моржа, нет промысла, а вот в Лорино там община морских сберобой, они добывают моржа, имеют лицензии для добычи моржа, и у них там склад этих клыков моржа, и есть мастерская, в которой из у Елены многие мастера перебрались и работают в этой Лоринской мастерской и получают пенсию. У Елене она уже стала как получастная, а здесь еще как бы такая община как бы своя, родная, то есть они там и получают пенсию. То есть эти проблемы, конечно, вот, и около 30 предметов касторезного искусства мне удалось проследить, как это работает мастера и приобрести вот из Лоринской мастерской, то есть это вот еще один центр на Чукотке, где это касторезное искусство развивается. Большое спасибо, Валентина Владимировна. Будут ли у нас вопросы? Так, Константин Яковлевич? Большой задоклад, характеристик коллекции и в целом и полевые, в том числе, наблюдения. Скажите, а вот вот в этом касторезном искусстве современном, если я правильно понимаю, оно как-то продолжается, 90-е годы как-то отражены? Ну, условно говоря, вот 30-е, понятное дело, это у нас даже, как-то я не помню, через кого там передано. 90-е годы такое было провалено в работе, но что интересно? Нет, именно сами в образах, да, сами процессы, ну, как-либо, 90-е годы, вдруг сюжеты, да, появляются ли новые сюжеты? Ну, может быть, тогда какие-то постнесоветские. В 30-х годах на клыках моржа изображали там сцены охоты на морских животных, жизни оленеводов, афганцы там Ленин или Калинин, вот, но в настоящее время изображали Абрамовича, потому что Абрамович для Чукотки это было спасение, потому что в 90-х годах, когда Чукотка, это все, перестроечный период, и я, когда приехала в экспедицию и беседовала с оленеводами, Абрамовича, и в 2007 году была у оленеводов, а потом в 2013 у морских охотников, и вот морские эти самые охотники говорят, что в 90-е годы мы шли по поселку и не знали, к кому зайти, чай, потому что завоз прекратился, я им говорю, а у вас же раньше же Иван-чай могли бы это, то есть традиции утрачены, и вот когда в 90-е годы вот этот период кошмарный оказался, а до этого вот были такие как бы государственные эти суда, и традиционный способ добычи морских животных тоже исчез, и вот старые охотники, которые сохраняли, они обучали молодых охотятся традиционным способом, и вот сейчас эти охотники, которым там по 50 лет, они ученики вот этих опытных охотников, они используют традиционные орудия охоты наряду с современной там техникой лодка с мотором Ямаха, но орудие тут же гарпун, это самые нож для разделки кита, и сохраняется традиция, вот я когда была, добывают они китай, им полагается гренландского меньше добывают, поскольку это очень трудный промысел, а моржей много добывают, то есть есть лицензии, которые они должны обеспечивать, и что интересно, раньше до 90-х годов там были зверофермы, где кормили голубых песцов и так далее, в 90-е годы это все рухнуло, и до сих пор стоят эти клетки в поселке, где были голубые песцы, а традиция вот добычи до сих пор, они добывают кита, но они не продают мясо, они раздают, я вот подходила и говорит, ты бери вот это самое, какое хочешь там мясо, кита, то есть традиция вот да, да, переда, бесплатно отдают населению, поскольку часть населения не имеет работы, это сократилось оленеводство, а вот эти, там, где есть вот эти общины морских зверовых, там они так более-менее могут сдавать мясо в город или районный центр, вот, и оставляют для населения. То есть добыча сохраняется от моржей и кита до сих пор. Позвольте вопрос, коллеги. Валентина Владимировна, у меня такой вопрос. Вы говорили о том, что в косторезное искусство включились и женщины. Да. А кто-то анализировал вообще гендерную специфику, вот, и вообще вот насколько женщины экономически вовлечены сейчас в этот процесс? Нет, это с сороковых годов стали участвовать в гравировке клыков моржа, но сюжеты, в отличие от мужчин, у них больше фольклорных, вот эти самопредания, если они изображали другие сюжеты, не охота там на моржей, на китов, они изображали природу, вот, животный мир, вот такой вот, то есть до сих пор женщины косторезы, я просто в этом поселке Уэлен уже встретила детей, тех мастеров, которые в Уэлене работали, и они занимаются гравировкой до сих пор. Спасибо. Такое новшество, стали брать череп моржа и на нем наносят гравировку, и они используются как суверниры. Кроме того, мне удалось приобрести два уха кита из кости с фигурками птиц, то есть это впервые вообще удалось приобрести такие экспонаты. Но там вот этот поселок Лорино, туда заходят круизные суда иностранцев. И мелкую пластику мастера, они помимо того, что делают для других целей, мелкую пластику им дают возможность делать для продажи вот этим иностранцам. То есть там маленькие фигурки моржей, нерпочки и так далее. И когда подходят эти суда круизные, их угощают национальной пищей, здесь же вам могут приобрести вот эти самые мелкую пластику из кости и плюс еще показывают им, как на байдарках плавают, как на собачьей упряжке ездят, то есть вот такой интересный и очень большим пользуются успехом такие круизные заезды к коренному населению. Спасибо. Будут ли вопросы еще у нас? Если позвольте, я бы хотел пару реплик сказать. Дело в том, что я бываю в поселке Уилен с 89-го года, и вот в прошлом году было, и в других местах Чукотки каждый год. Могу сказать, что многие ваши наблюдения совершенно неверные. Во-первых, гравировкой занимались мужчины, женщины занимались росписью клыка, сейчас цветной росписью, тогда черно-белой за счет жира с сажей и так далее. Вот, это раз. Потом, значит, я смотрел внимательно ваш аккаунт, в самом начале написано неолитические древнебегоморские культуры и пунукская. Я смею вас уверить, что это не неолитические культуры. Уже тогда был металл, железо, откуда оно приходило, скорее всего, с Таймыра, это было открытие сделано Хлобыстином Леонидом Павловичем из Санкт-Петербурга из ИНК, вот, и уже были резцы из железа, значит, ни о каком неолите нельзя говорить, и была деградация уже каменной индустрии. Да, металла было очень мало, его использовали только для резьбы, очень тонкой, для создания отверстий, для обвязывания гарпунов, чтобы он не слетал с колка, чтобы проталкивать подальше, значит, повороты на колечие гарпуна не обходили, было еще на колок вводить. Это раз. Второе, я хочу вам сказать, что вот эти вот коллекции уважаемого мной Валерия Александровича Тишкова, они опубликованы, вышла у него целая книга, и там гораздо больше написано вот о том, как он ее собирал, и как это все он себе представляет. Он писал вместе с Юрием Александровичем Широковым, с которым я тоже был знаком. Вот, и хочу вам сказать еще, что морской зверобойный промысел, всем заявляю, никогда в национальных поселках на Чукотке не прекращался ни на минуту, иначе не было пропитания. И сейчас он продолжается, просто в Лорино более такие ребята сообразительные были и так далее. Что касается современной Чукотки, я видел резьбу, которая совершенно новая, нового типа, уже современную, которая была сделана в Уилькале и в заливе Креста. Это совершенно другие мотивы. Это делают представители русскоязычного населения, которые там уже родились некоторые во втором поколении. Вот, и сейчас даже русскоязычное население начинает резьбу по клыку и даже в Анадыре. И там есть школа косторезов, просто этим никто не занимается. Что касается северо-востока, то Уильян это не первый центр резьбы. Первый центр резьбы был все-таки поселок Дежнево Нежилое Канискак, который называется, там, где я копал древнюю стоянку, древнебергоморскую. Вот, этот поселок был переселен в Уильян, все жители закрыли школу, магазин, все вынуждены были уйти в 1930-е годы. И таким образом это все развивалось на базе Дежнева-Нежилова, сейчас называется он на карте, а тогда это было Дежнева. И Олаф Свенсен, американский купец и меценат, который много факторий, вплоть до бухты преображения Ноллигран поставил, он задумался, чем же торговать с чукчами. Вот они хотят винчестер, хотят патроны, все и так далее, там, топор, нож, вот, а чем же торговать? И он стал приваживать их к резьбе по кости, по клыку моржа. И смею вас уверить, что и тогда, и сейчас клыка моржа сколько угодно. И зверофермы из Голубого и Песа, да, закрывались, я их видел, но в Лорино, кстати, она сохранилась. И кормили в основном китом. Это кита добывали промышленные суда, вот, а сейчас добывают только местные и кита, и моржа, но моржа всегда местные добывали, и особенно нерку. И нехватки в сырье нет, это другое дело, что были случаи, когда моржи в большом количестве стаи появляться именно на траверсе поселка Новая Чаплина, Старая Чаплина, то есть напротив острова Святого Лаврентия. Приходили лаврентиевские эскимосы из Соединенных Штатов, нашей дружественной страны, вот, они приходили, били моржа, забирали клыки, выбрасывали туши, их потом выносило к нам на берег. Вот, эти были случаи, это все и так далее, это целый клубок, и вы себе не представляете, насколько это сложно. Сейчас, в этом году, я встретил представителя русского населения, который мигрировал в Уэлен, чтобы заняться косорезным промыслом, вот, и человек своеобразный, он хорошо знает цены на рынке, все, говорит, вот, я хочу стать главным по продаже изделий из лыка моржа. Это было очень интересно мне слышать. Я говорю, а для чего ты в Уэлен приехал? Да, я, говорит, от жизни скрылся. Вот, скрылся он от жизни и стал стать, и хочет стать меценатом. Это сплошь и рядом. И вот эти вот процессы, вы правы, на самом деле никто с точки зрения социально-экономической и всего развития не изучает. В Уэлене мастерская всегда была государственная, государственная, и она существует, но работают мастера на дому, а не на домнике, потому что это здание пришло неугодность. и там большая проблема это создание, воссоздание этой мастерской, то есть строительство нового здания, все и так далее. Кто на себя это возьмет, я не знаю. Но вот я сейчас закончу. Я хочу сказать, что вот как раз ваш музей мог бы эту идею выдвинуть о том, что необходимо в Уэлене создать здание, условия для работы косторезов мастеров не на дому, а в мастерской, где они всегда вместе общались, всегда вместе работали. Я застал еще, когда была косторезная мастерская в отдельном здании она существовала. Такие у меня соображения. Просто вам разрешение своими поделился. Проблема округа. Во-вторых, вы говорите о том, что женщины не занимались гравировкой. У нас целая серия клыков моржа, гравировка женщин. Никакого рисунка не было на клыках моржа. Теперь то, что там в Уэлене получастное, да, они надомники, и им выдают эти клыки, потом они делают работу, и эти работы продаются просто элементарно. Что касается, а вот в Лорино там мастерская, она при этой общине морских зверобоев. Что касается новых там тенденций русской резьбы по клыкам моржа, наш музей это не интересует. Мы этнографический музей, и нас интересуют изделия коренного населения. Редактор субтитров Продолжение следует...